На первом канале завершился полуфинал шоу «Голос, уже не дети». Главная интрига выпуска состояла в том, окажется ли Лиза Трофимова в финале или нет. Нынешний сезон «Голос, уже не дети» собрал под свои знамена бывших участников проекта «Голос, дети». Причем, это не только победители прошлых сезонов, но и наиболее яркие конкурсанты, громко заявившие о себе и ставшие юными телезвездами. Но для наставников было и заслуги и достижения ребят не играли никакой роли. Поэтому до полуфинала многие маленькие артисты, такие как Алиса Кожикина, Ярослава Дегтярева, Даниил Плужников, так и не дошли. А вот Лиза Трофимова, та самая дочь Трофима, оказалась в шаге от финала. Девочка за эти пару лет сильно выросла в профессиональном плане. Ее вокал стал совершеннее, а артистизм выше. Видно, что Елизавета прекрасно ориентируется в современных музыкальных течениях, а под руководством опытного наставника в лице Егора Крида смогла еще больше раскрыться. Трофимова блистательно исполнила полуфинальную композицию. После чего к ней обратился наставник Егор Крид. Артист не стал скрывать, что видит Лизу большой артисткой. Главное, посоветовал он, не сдаваться и не обращать внимания на негатив, который распространяют недоброжелатели. «Прошу, не бросай музыку. Пожалуйста, не бросай. Это правда твое. Когда ты поешь и смотришь в глаза, мир замирает. Когда ты поешь, то доносишь каждое слово в сердце. Ты, особенный человечек, береги это. Когда у тебя очень известный папа, вдвойне сложно. Но Лиза, выходя на сцену, всем этим комментаторам ты закрываешь ротик и доказываешь, что ты большой талант». Высказался Егор Крид. В итоге наставник не выбрал Лизу Трофимову. Вместе с ним в финал отправились Вероника Сырамля и Рогда Ханиева. Отметим, что финал проекта «Голос. Уже не дети» пройдет 20 октября в прямом эфире Первого канала. Зрители смогут отдать свой голос за понравившегося кандидата, после чего станет известен победитель проекта.